Здравствуйте, друзья! Если вам повезло познакомиться со Star Force, вы знаете, что такое боль. Если вы играли в Postal 3, защищенную этой российской DRM-защитой, вы знаете о боли всё. Третьей Postal не поможет даже Апостол, но, слава Всевышнему, мучиться больше не придётся. Разработчики объявили, что шутер сняли с продажи в Steam. Отчасти из-за проблем с защитой, отчасти из-за общей отстойности игры. Это, кстати, официальная формулировка. Авторы хотели бы сделать её бесплатной, но не владеют правами на страницу в магазине, так что желающим окунуться в прекрасное посоветовали заглянуть на торренты. По крайней мере, люди перестанут отдавать деньги за этот мусор. Такими словами заканчивается сообщение создателей. Вот это мы понимаем. Забота об игроках. С вами GamesBlender, еженедельный видеодайджест новостей игровой индустрии от 3dnews.ru Новая God of War отлично продаётся и за пределами Британии. По заявлению Sony, в неделю премьеры мировые продажи Рагнарёка составили 5 миллионов 100 тысяч копий, на 2 миллиона больше, чем за то же время у прошлой части. Сиквел оставил позади не только другие игры серии. Это рекорд среди всех эксклюзивов PlayStation. Как согреться в этот морозный Fimbulwinter, подскажет Nvidia. Покупатели уже месяц жалуются на плавящиеся разъёмы питания GeForce RTX 4090. Но компания признала проблему только на этой неделе. Официально зелёные объяснили критический перегрев виной пользователей. Дескать, не до конца вставляют штекер. К такому же выводу после собственного эксперимента пришли блогеры с YouTube канала Gamers Nexus, которые также указали на опасность заводского мусора в коннекторе и сильное натяжение кабеля. Впрочем, многие называют эту версию натянутой, а реальную причину видят в ненадёжности фиксации переходника от тайваньской Estron. Это один из двух производителей таких решений для видеокарт Nvidia. Низкое качество адаптера подтвердил известный железный инсайдер Игорь Волосик. Переходник оказался настолько хлипким, что провод можно случайно оторвать от основания разъёма, нарушив контакты и при этом даже не заметить дефекты. Обогреватели за 1600 долларов игроки не оценили. Покупатель из Калифорнии даже обратился в суд. Не исключено, что придётся отзывать ускорителей из продажи или рассылать покупателям новые переходники. Сама компания не считает проблему массовой. Ей известно о 50 случаях, и все они по её заявлению гарантийны. Подробнее о горящих разъёмах можно почитать на нашем сайте. Ссылки оставим в описании. Меж тем, NVIDIA окончательно ушла из России. В последнем отчёте говорится, что в третьем квартале, который начался 1 августа, компания уже не вела деятельность на территории страны. Так что слухи о закрытии российского представительства оказались верными. Сворачивание бизнеса в России в прошлом году, принёсшего NVIDIA 2% общей выручки, обошлось ей в 16 миллионов долларов. Blizzard тоже потихоньку ускользает от российских игроков. Компания отвязала номера телефонов от части российских аккаунтов Battle.net, из-за чего их владельцы потеряли доступ к Modern Warfare 2 и Overwatch 2. Вскоре для последней выпустили патч, который позволил запускать игру без привязки номера, но только если пользователь уже играл в первую или вторую. На новых учётках Overwatch 2 в России больше не заводится. Activision Blizzard, кажется, продолжает отдаляться от сделки с Microsoft. По данным источников New York Times, Федеральная торговая комиссия может заблокировать покупку через суд. Сейчас экспертная группа американского регулятора ведёт углублённое расследование, включающее частные переговоры с Атьей Наделлой и другими руководителями. Сообщается, что особой внимательности в этом вопросе потребовали сенаторы США. Между тем, британское антимонопольное ведомство опубликовало ответы компаний на решение о продлении сделки. В своём документе Sony упрекнула Microsoft в желании оттеснить PlayStation на позицию Nintendo. По её версии, Майки, ослабив конкуренцию в жанре шутеров с рейтингом 18+, фактически присвоят себе Call of Duty, которую Sony называет критически важной для своего бизнеса. Повысят цену на консоли, игры и Game Pass и начнут диктовать разработчикам невыгодные условия, а общее качество продукции компании снизится. У потребителей в таких условиях не будет выбора. Microsoft в своём ответе пошла на хитрость. Она признала превосходство Sony как производителя консолей и издателя игр, а также отметила, что качественных эксклюзивов у той больше, поэтому сделка не сможет навредить индустрии. Убедят ли новые доводы европейских антимонопольщиков, узнаем в марте. Российская All Cat Games наконец показала геймплей своей ролевой игры по настолке Warhammer 40 000 Rogue Trader. В трейлере отряд вольного торговца путешествует по региону Коронус и сражается с боевыми машинами, ксеносами и зелотами. Также анонсировали коллекционку за 300 долларов, которую уже можно предзаказать. У самой игры пока нет даты выхода, но зато подтверждён текстовый перевод на русский. Ролик представили в ходе PC Gaming Show, куда также заглянула Shadows of Doubt. Нуарно-квадратный стелс-детектив про поиск маньяков в процедурно-генерируемом городе обрёл примерные сроки выхода — начало будущего года. Собрать этот кубик Рубика смогут только настоящие эрудиты. Чтобы найти отличия в трейлере обновлённого третьего Ведьмака, тоже нужно быть своего рода следопытом. Помимо повышенной детализации и трассировки лучей, CD Projekt Red обещает фоторежим, режимы производительности на консолях, в том числе 60 кадров в секунду даже на Xbox Series S, функции DualSense и контент по мотивам сериала от Netflix, включая знаменитую нильфгардскую броню из мятых мусорных пакетов, которую заменили во втором сезоне. Также добавят возможность ставить ролики на паузу и включать фильтр для мини-карты, убирающий знаки вопроса. Взглянуть на карту с Келлиги Бесболи можно будет 14 декабря. Продолжаем новостями покороче. ВК заявила о планах по созданию собственного игрового движка. Выпустить его собираются в 2025 году в платной версии и бесплатном варианте с открытым исходным кодом. Разработка начнётся в январе 23-го. Финансировать проект из госбюджета не будут. Компания сама выделит на него 2 миллиарда 800 миллионов рублей. Поправку о запрете ЛГБТ и насилие в видеоиграх, о которой мы рассказывали в прошлом выпуске, всё же отклонили. Ограничения закрепят в отдельном законопроекте, который до конца года подготовит автор списка опасных видеоигр Яна Лантратова. Elden Ring начала собирать большие награды. Игра победила в 4 из 5 категорий Golden Joystick Awards, в которых была заявлена, включая главную и выбор критиков. Рагнарёку не досталось ничего, а в железной номинации больше всего голосов отдали за Steam Deck, за что Гейб Ньюэл лично поблагодарил геймеров. Хидеки Камии стоило бы вручить награду за самый необычный анонс. Отвечая игрокам на критику Bayonetta 3 в Твиттере, он пообещал, что Bayonetta 4 всех удивит. Если у разработчиков ещё нет конкретных идей, предлагаем стопроцентный план — побрить Ведьму Наласа. Ubisoft в честь 20-летия Splinter Cell расщедрилась на первые концепт-арты и скудные подробности перезапуска. Команда действительно обновит сценарий, плюс добавит некие элементы из других частей, прокачает интеллект врагов и понизит сложность, добавив новые способы избежать провала миссии. Разработку продолжат в стелс-режиме, подробностей придётся подождать. Как и релиза Dead Island 2, если вы, конечно, вообще его ждёте. 3 февраля премьера не состоится, наводить красоту голливудским зомби будут до 28 апреля. А 24 января пиратский ролевой экшен Ryzen от авторов Готики получит ремастер для PlayStation 4, Xbox One и Switch. Такими темпами лет через 10 дойдёт до полноценного переиздания для PlayStation 5 и Xbox Series, если к тому времени шхуна с ремастерами не сядет на мель индустрии. Не забудьте поставить лайк и подписаться, а мы переходим к календарю. На ПК и консолях в морское плавание отправилась команда рогалика Ship of Fools, собирающего положительные отзывы. А в раннем доступе Steam запустилась Nobody That Turn Around. Если при словах Sims для взрослых в вашей голове рисуются унылые картины рутинной работы с редкими просветами отдыха, а не что-то ещё, то эта игра для вас. Разработчики из китайской студии U-Ground предлагают почувствовать все прелести будней простого жителя Поднебесной. Рейтинг невысокий — 68%, но покупатели оценили реалистичность механик и разнообразие контента. Во вторник игроки World of Warcraft отправятся исследовать Драконьи Острова в дополнение Dragonflight, а в среду на ПК выйдет кооперативный шутер Warhammer 40 000 Dark Tide. Предзаказавшим уже неделю доступна бета, и она пользуется большой популярностью. Игроки успели оставить в Steam больше 13 тысяч отзывов, средняя оценка 74%. Сам шутер называют 40-тысячной версией Vermintide и лучшей за долгое время игрой франшизы, а вот техническую сторону ругают. Разработчики из Fat Shark уже выпускают патчи и к релизу обещают улучшить оптимизацию, а вот кроссплея и переноса сохранений между платформами на старте не будет. Впрочем, они пока и не нужны. На Xbox Series шутер придёт позже. Тёмный прилив накроет и Game Pass. 2 декабря ожидаются три большие премьеры. Criterion откроет уличные гонки в Need for Speed Unbound. Создатели последних XCOM Phyrexis выпустят карточно-пошаговую тактику Marvel's Midnight Suns, а соавтор Dead Space Гленн Скофилд заставит игроков выживать в космической тюрьме Callisto Protocol. Текстовый перевод на русский получит лишь последнее. Также, в отличие от двух других, она появится не только на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series, но и на консолях прошлого поколения. Позже на старые системы наведается и Midnight Suns. Всем спасибо за то, что были с нами. До встречи в следующем выпуске GamesBlender, друзья! Субтитры подогнал «Симон»!